Для тех, кто еще не определился с выбором учебного заведения, день открытых дверей стал по-настоящему важным шагом на пути к будущему образованию и профессиональному росту. Российско-Армянский университет принял школьников и их родителей на день открытых дверей 16 марта. Абитуриенты имели возможность ознакомиться с учебными программами Российско-Армянского университета, пообщаться с преподавателями и студентами вуза. В непринужденной обстановке абитуриенты смогли задать вопросы о поступлении, условиях обучения, о возможности практик и стажировок, а родители с интересом слушали о перспективах и карьерных возможностях, которые открываются перед выпускниками университета. Многие абитуриенты признали, что день открытых дверей стал для них полезным и информативным мероприятием. Сегодня многие из них уже окончательно сделали выбор в пользу РАУ. Я очень хочу поступить в РАУ, потому что я слышала очень много хороших отзывов про этот университет. И еще мне нравится то, что здесь обучение проходит на русском языке. Я выбрала Российско-Армянский университет, потому что я узнала очень много всего нового. Учителя меня направили в нужное русло. И также я узнала про конфликтские чтения. Это довольно интересная программа, я считаю. И студенты могут воспользоваться этой возможностью, чтобы поехать в Китай, допустим, или в Японию. Для меня очень просто учиться именно на русском языке. Я узнала очень много интересных факультетов, и тем более мой любимый факультет маркетинга. Я узнала, как нужно поступить сюда, какие экзамены нужно сдать, когда начинаются экзамены, сколько требуется, если вдруг не поступили. Это очень много интересных факультетов, и это очень много интересных факультетов. И это очень интересная программа. И даже самые маленькие школьники уже заинтересованы в том, чтобы поступить в Российско-Армянский университет. Продолжение мероприятия прошло в Доме культуры Российско-Армянского университета. День открытых дверей дает нам возможность познакомиться с преподавательским составом, со структурой Российско-Армянского университета, со студенческой жизнью. Поэтому я желаю вам всем продуктивного дня, и чтобы вы все получили ответы на все ваши вопросы. Слово было предоставлено ректору Российско-Армянского университета Эдварду Сандояну. Ректор поприветствовал абитуриентов и родителей, а также отметил важные преимущества университета и рассказал о главных достижениях РАУ. Почему Российско-Армянский университет? Это очень просто. Потому что это университет, который за свои 27 лет, а мы уже 27-летние, у нас самые высокие научные достижения. Это особый факт. Современный мир он таков, что если в университете нет научно-исследовательской активной деятельности, то сам образовательный материал очень быстро стареет, стареют знания людей, преподавателей, которые занимаются образовательной деятельностью, и очень скоро такие университеты теряют конкурентоспособность. Поэтому изначально мы поставили перед собой задачу в первую очередь заниматься наукой и образовательной деятельностью. Если вы хотите понять, почему те или иные университеты мира занимают высочайшие места в международных рейтингах, откройте QS University, смотрите там MIT, Harvard University, Stanford, ну и так далее, и поинтересуйтесь, что же у них там есть, Cambridge, UCL и так далее, да, и вы поймете, что секретов нет. Основной фактор – это научная продуктивность, научные достижения. Ну, я не говорю уже о том, что вот, например, достаточно иметь одного лауреата Нобелевская премия, мы скоро, надеемся, у нас будет такое, как рейтинг университетов в разы поднимается, да. У нас есть второе преимущество, которое нет ни у одного из университетов, функционирующих в регионе, не только в Армении. Мы сотрудничаем практически со всеми ведущими университетами и научными центрами России. Наши ребята, как минимум, двуязычные, большинство трехязычные. Наших выпускников разбивают, как горячие пирожки. Они не успевают выпуститься, получить диплом, уже работают, уже все знают. Мы к этому шли давно, это не так, что сразу так произошло. Вынак, он такой очень сложный, армянский образовательный рынок, я хочу сказать, что я с гордостью сообщаю вот эту информацию, потому что в конечном итоге, ну, диплом, образование, студенческая жизнь, это все хорошо. Но результат, это ваша оценка новинки труда. Когда вы приходите к работодателю, и они отбивают из всего, что есть выпускников в ВАО, в качестве приоритетных, это означает, что вы являетесь тем субъектом, который имеет большую конкурентоспособность. Мы гордимся нашими результатами. Сегодня мы на пике, у нас исторический пик, исторический максимум. Сейчас у нас учатся 4888 человек, включая школу УСМУ, центр давузовского образования, бизнес-школу, центр конфузия и так далее. Из них тысячи человек, почти тысячи, это армянский сектор. И с каждым годом у нас увеличивается удельный вес армянского сектора. И это хорошо. Мы охватываем больше людей, которые очень быстро адаптируются и становятся такими же, как наши все остальные. Мы вас уже любим. Я хочу, чтобы все поступили и учились в нашем университете. Я хочу, чтобы вы знали, что у нас учиться интересно, жить интересно. После приветственных слов ректора абитуренты задали интересующих вопросы Эдварду Сандуяну и профессорско-преподавательскому составу университета. Подробнее о Российско-армянском университете абитуренты узнали через виртуальную экскурсию, которая состоялась благодаря показу фильма «Арау». Добро пожаловать, дорогие друзья. Давайте знакомиться. Российско-армянскому университету уже 25 лет. Для университета 25 лет вроде немного, но это возраст, молодость, восстановление и активного роста. Сейчас вы убедитесь, что мы времени даром не теряли. Без ноток искусства день открыток дверей, конечно же, не обошелся. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Для будущих студентов была проведена экскурсия по университетским корпусам, в ходе которой кураторы рассказали о традициях и достижениях учебного заведения. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok